Поскольку в России философия считалась подозрительной дисциплиной, Николай I запретил преподавание философии. Более того, были такие случаи, когда за изложение спинозизма изымался тираж, и уничтожался. Причём это не публикация спиноза, а это просто изложение спинозизма в теологической книжке. И постепенно философия ушла в сторону теологии и в сторону литературы. Почему наша литература настолько перегружена философским содержанием? И когда в 70-е и 80-е годы философия стала восстанавливаться в структуре университетов, то она по-прежнему продолжала быть близкой теологии. И молодёжь такого типа позитивистского, гносиологического, научного типа не находила здесь возможности для образования. Начинается длительный процесс эмиграции за границу в различные, в основном, университеты, которые специализировались на гносиологии, на логике, на философии науки. А потом к этой эмиграции добавляется ещё в начале 20-го века еврейская молодёжь, которая не имела возможности поступить в связи с квотами в российские университеты. Потом добавляются женщины, которые не имели возможности поступить в университеты. Ну, правда, у них потом появилась такая возможность на Бестужевских курсах 80-90-е годы, но всё равно дисциплины были сильно перекошены. И вот после революции 1917 года Деборин, это тоже один из этих молодых людей, который обучался в разных университетах за границей, он возвращается и делает аспирантуру по новой философии. А новая философия – это философия науки, гносиология и то, что идёт рядом с позитивизмом, вторым позитивизмом. И всех этих молодых людей, которые учились в разных университетах и не имели возможности вернуться по полицейским, политическим причинам в России, он берёт аспирантуру. И очень быстро образовывается новая школа советской философии. Я не говорю, что это Деборинская, я говорю, что это школа, ориентированная на гносиологию и науку. Дискуссии внутри этого сообщества идут между позитивизмом или неопозитивизмом, который называется механицизм, и марксистской диалектикой, или понятием гегелевской диалектикой. И диалектики пытаются удержать большой спектр абстрактно-философских проблем, а механисты пытаются переосмыслить понятие живого. И вот здесь возникает очень много новых направлений по естественной философии. И здесь оказывается очень важным авторитет Павлова. Потому что то, что исследовал Павлов и та его область, оказывается в центре переинтерпретации человека как такового, как гуманистического субъекта и человека как тела. То есть модель переописания телесности и сознания через одну систему нейрорационализации, то есть нейрологики, оказывается очень значимы для периода 20-х годов, когда переизобретается общество, социальная модель. И второе поколение Павлова, учеников Павлова, это Николай Бернштейн, Павел Анохин, и они пытались продумать вот эту новую рациональность. Она немного близка, конечно, тому, что пытаемся сейчас посмотреть мы как искусственный интеллект. Вот понятно, что вот этот способ рациональности как бы Павловской школы через пересчитывание аналитику нейропроцессов очень важная составляющая в концепции искусственного интеллекта. И, смотрите, вот мы уходим постепенно от чего-то самоочевидного, данного и устойчивого к постоянно моделируемому и разнообразному. И это связано с приходом новой логики. Вот этот уход от автоматизмов и оснований. Не случайно философия последних десяти лет, или, может быть, даже тридцати лет держит всё время ключевой термин. Антология без оснований. Реальность нестабильная. Мышление не проецируется на универсальное мышление. Это всё-таки понятие современной философии. Вот ситуация, которую мы имеем сейчас, это ситуация ужаса и тревоги по поводу нестабильности. У нас сразу начинается. Во-первых, нам хочется спрятаться за какую-нибудь великую универсальную структуру, чтобы экономить свою мозговую деятельность и повторять, ритуализировать. Но мы знаем, что всё равно нас не устроит. Хотя вот такое паническое движение в сторону авторитарной религиозности у нас есть. Есть другое паническое движение. Мы вдруг хватаемся за биологизацию собственного тела. Нам кажется, что это последнее, что есть, ценно. И мы должны это охранять. Но происходит вот это и то, и другое, связано с переоценкой индивидуальности и переоценкой гуманизма. То есть гуманизм – это вот то, что отличается от природы, от живого, от неживого, речевого, от неречевого, мыслящего, от немыслищего. Но если мы встаём на позицию постгуманизма, это философская традиция, которой лет 30-40, то чего мы лишаемся? Начнём, значит, с нашей сакральной телесности. Почему она такая сакральная? Потому что она малоизучена. И дальше мы вдруг обнаруживаем, что наше вот как бы такое нежное, нетронутое, девственно-биологическое тело вдруг начинает переосмысляться с точки зрения алгоритмов, рациональности и технологии. То, что вчера было моей психе, моей душой, сегодня вдруг оказывается недостаточностью нейромедиаторов. Нейромедиаторы – это технология, которая может заставить мои нейроны включиться в более широкий паттерн. И тогда окажется, что моё божественное раскрытие мира и яркая видимость пейзажа является всего лишь следствием перцептивного увеличения, перцептивного разогрева. То есть я оказываюсь не замкнутой индивидуальной биологической единицей, а довольно сложным интерфейсом, в котором все мои тонкие переживания оказываются, алгоритмизируются и рационально мыслятся. Это сложно, потому что мы традиционно считаем, что это область автоматической естественной данности. Но когда мы отказываемся от своей биоиндивидуальности, мы вдруг получаем огромное количество расширительных практик. Мы можем острее воспринимать, мы можем переключаться и, главное, мы можем создать себе вид абиата, более хорошую жизнь. Потому что хорошая жизнь, она связана не с аскезой и трансформацией своих чувств, как Будда нам велел, а с контролем и апгрейтом того, что позволяет мне развернуть своё существование в более интересной форме. И я могу дозировать плохие эмоции и хорошие эмоции, не отказываясь, не уменьшая, а увеличивая интерес в своей жизни. И тогда оказывается, что вот этот технологический, алгоритмический способ рационализации и проверки может оказаться спасением. То есть, у нас есть очень позитивная концепция искусственного интеллекта. То есть, если мы избавляемся от наших патологий, то мы можем совершить очень важный культурно-политический, антропологический апгрейд. То есть, повысить ценность существования, усложнить существование и увеличить вот эту вот этическую, демократическую, эмансипаторную возможность, которая всегда существовала и никогда не реализовывалась в истории человечества.